Ловкость, сила и выносливость в Сургутском районе во второй раз провели военно-патриотическую игру Z-86. В этом году количество команд увеличилось почти в два раза. Спортсменам предстояло преодолеть четырехкилометровую трассу, на которой организаторы соорудили 23 этапа с препятствиями. Кто стал победителем, расскажем далее. В городском поселении Барсово-Сургутского района прошла военно-спортивная игра Z-86. Площадкой выбрали лыжную базу. А проверить свою силу и выносливость в преодолении различных препятствий собрались не только местные жители, но и гости из других регионов Югры. Подбодрил участников глава Сургутского района. Мы свою силу, характер, духу уже доказали тем, что это самое солнечное, жаркое, воскресное утро. Вы не дома на диване, а здесь, на свежем воздухе. Поэтому всем пройти трассу, дойти до финиша и просто классно провести время. В этом году число команд, принимающих участие в военно-спортивной игре, выросло вдвое. На старт вышли 150 человек из 33 сборных. Среди спортсменов представители из Сургута, Сургутского района, Мегиона и Лонгипаса. Мы рассчитывали на 30, действительно, да, заявляется больше. Надеемся, что в следующем году мы расширим этот диапазон. Желающих очень много, поэтому действительно показало, что игра востребована, действительно, да. Да, патриотика интересна и детям и взрослым получается, поэтому будем развиваться в этой истории. Тренировались, все готовились, бегали, прыгали. Как бы настроены на все 100%. Трасса не пугает. Мы на ней, знакомая трасса, мы на ней, как бы, много и тренировались, и в соревнованиях участвовали. Так что знакомая трасса. Это развивает духовно, спортивно, морально. Тем более, такое мероприятие масштабное, поддержку, как бы, военно-спортивных игр. На участие в этих соревнованиях заявилась команда ветеранов специальной военной операции. Хочу поддержать наших ребят, которые находятся там. Туда я, к сожалению, больше не еду, но хотя бы в атаку поддержать. Такие соревнования нужны, и больше, наверное, нам, чтобы мы оставались в хорошей физической форме, в крайнем случае, всегда могли пойти на фронт. Гостем спортивной игры стал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, представитель Лиги силового экстрима Михаил Кокляев. Он провел разминку перед началом состязания. Два, три, четыре, пять, шесть. Полоса препятствий была длиной более четырех километров и включала 23 испытания, среди которых переправа, разведка, наклонный бастион, штурм. Кроме того, участники должны были собрать и разобрать автомат Калашникова за наиболее короткое время и поразить мишени. Мы это мероприятие посвящаем именно нашим бойцам, нашей армии, которая участвует в специальной военной операции. Наш девиз в данном мероприятии – своих не бросаем. Югра помогает, и мы популяризируем именно военную тематику, защиту своей родины, и чтобы наша молодежь, наши жители, население было готово защитить свою родину, свою страну. До финиша добрались все, но, по словам участников, трасса в этом году была особенно тяжелой. Трасса отличная, мощная и проверяет на характер, на выносливость. Вообще, я думаю, очень тяжелая в этом году. Я думаю, что отличная. Мы старались, мы команда. Военно-спортивную игру «З-86» в Сургутском районе провели уже во второй раз. Весь пьедестал почета заняли спортсмены из Сургутского района. Победитель определялся по времени, справилась со всеми препятствиями быстрее всех команда «Лыжники». Они получили главный приз – 100 тысяч рублей. На втором месте оказался коллектив «Скайранинг». Замкнула тройку сборная второй школы. Влада Мыцек, Айзе Алхилаева, Владимир Федоров. Сургут-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова